Но вот необходимость ношения вязаной шапочки все-таки стоит оговорить. Ну, собирают же сейчас всякое дерьмо на фронт, могли бы и Кириенко собрать на вязаную шапочку. Он со своей лысиной таки добегался до менингита и, как следствие, до травматического склероза. Гражданин Кириенко, кажется, забыл все и уже находится в полной прострации. Простерши длань, суровый и пафос, но он возгласил на съезде учителей, что, цитирую, целью войны с Россией является попыткой ее ликвидации как самостоятельной, суверенной державы, как государства. Цель этой войны – уничтожение корней, традиций и культуры. Это чистейший образчик последней стадии склероза. Кириенко забыл, что эту войну на уничтожение России начала сама Россия еще 24 февраля. И у нее, судя по всему, все получится. Не будет в результате ни корней, ни России. А жалобы Кириенко на жизнь и на боль напомнили мне одного питерского прощелыгу-насильника, которому при попытке изнасилования сломали член. Насильник жаловался на переломившую ему пенис храбрую девушку, точно так же, как Россия сегодня жалуется на НАТО и на Украину.